Сегодня уже все выяснили, кто, записи, как этот разговор шел натравить на нас. А на Роспотребнадзор сильные жалобы везде. Закрывает подряд и взятки только пойдут на миллионы теперь уже. Любое предприятие могут закрыть потихоньку. Как только выйдите, мы вправо выйдем на то место. Она заросшая сейчас. Ну и еще не могли сделать. Узнавали адреса. Для детей дал адреса, а они по адресам в краевую прокуратуру посылают, чтобы на меня дали показания. Так, осторожно. Тихо. Смотрите, где тут съезд-то. Так, подальше. Дальше, дальше, дальше. Подальше, подальше. Там будет гравий туда в сторону пойдет. А, вот он. Так, потихоньку съезжайте. Вот. Теперь поднимайтесь ровненько. И ты дальше выйдете. Вот так прямо. Не сворачивайте. Это она наросла такая. Тут колея, все как надо. Тут ям никаких нету. Ну, тут видно. Это была трасса. Готовая уже. Все, по ней идите, все. Ну, тут кто-то видел. Это Алексей маленько поковырял ее дальше. Но ни один родитель не подписал бумагу, с которой приходила кривая прокуратура. То есть подбивали на лжесвидетельство. А это вообще никуда не годится. Так, маленько левее берите. Левее. Вот так, прямо. Прямо, прямо, прямо. Это она заросла, она не показывает, где конец у ней. Вот так, левее так. Там видно, что там низинка. Так, левее, левее, по-моему, надо. Ну, подавайте. Так. А вот след-то видно. Так, так, хорошо. Прямо идите. Видно, он прогалызину где. Левее, левее, еще левее. Чтобы не застрять. Вот так. Левее надо, по-моему. А машина правильно? Нет, смотрите. Сам он видно. Да, дальше прогалызина идет. Это вот из-за дождей. Такого не было. Да, такого не было. Крапива-то хорошая. Крапива-то хорошая. Жгучая называется. Их же тоже несколько сортов. Вот эта дорожка, посередке держите ее. Тогда вы никуда не уйдете. Все. Продрались. Все, теперь пошло прямо. Это насыпь. И главное, все уже было готово. Завезли трубы и перестройка. Все по боку. Как сумели сделать. 72 года работали за палочку. И все перегнали в Израиле и в Америку. Березовский давал откровение. Бывший был с чертежником. Я, говорит, утром проснулся, глянул там во двор КАМАЗ, где он с чертежником был. И там стоит 2 тысячи машин, все мои. И сказочно богат. А его, вот мы ходили по этой платине. А его тогда был генеральный прокурор Скуратов. И говорит, Боря, а что ж ты в Израиль-то не поедешь в Березовский? Вот, говорит, утром проснулся, говорит, и думать, как 6,5 евреев думают тебя обмануть, говорит. Ну, интересно. Да это же твой народ. А что народ, говорит. Деньги любят народ. Все прямо идите. Тут ям никаких нету, ничего. Нет, смотрю. Да, тут можете ехать со скоростью. Видите, они делали 10 метров шириной. Все бросили, как будто не делано. И там, на той стороне уже все проделали. И страсы оттуда они вели. Ну, вот, брат, такая наша жизнь. Вы немножко потратите время, чтобы проехали. Но вы скажете, я сам видел. Выполнимо. Да, Ром. Ну, я еще тут на это смотрю. На четвертое озеро поехали. Ну. Ну, нормально тут, короче, одну плотинку подсыпать, вторую плотинку подсыпать, подремонтировать, третью. И сейчас едем на, еще на эту четверку. О, пока еще нет. Что там, сняли гидромотор? Не знаю. Насос сняли, нет? Ну, с хитачек. Крут. Протят, мутят, ничего не получается. Ань, да ты че? Да ты че? Прямо езжайте. Пусть его это вызываю, пусть они делают. Прямо просто трава, она пригнется. Да сколько его снимается, пусть приезжает. Привет. Вон. Давай, Олег. Давай, давай. Давай. Туда нельзя пройти, конечно, потому что мы могли бы пройти, но один к одному, вот как этот пруд. Такой же промыв и все остальное. Вот пройти тут надо идти босиком, чтобы обувь свою не запачкать. Вот, вот вы где-нибудь остановитесь тогда. Сейчас вернетесь. Вот посмотрите, вот этот промыв засыпать там, чтобы пробраться на торт. Промыв просто мешается нам. Вот, посмотрите, можно не вылазить. Вот эти столбы, посмотрите на них. Я говорил вам, вызвести. Стоят нигде, не подгнившего ничего нет. Это мост был, мостик был. Мост, мост от поверху, балки были, она там вместе. Иначе, а там кто сидит, он? Да, это соколок. Соколок. Соколок, это может быть даже копчик. Так что дальше-то? Послушай по-внимательному. Нам нужно, чтобы вот здесь вот вода протекала и не размывала. И что нужно сделать? Вот как она идет, сейчас вот так срезать, а там поднять. Но весной размывает. Чем нам все это дело сделать, чтобы вода протекала? Песком. Чем? Песком. Песком сметет все. Здесь сильно бурно идет вода. Бурно. Нам нужно, чтобы, допустим, ну, сантиметр 70 подъем будет. Вот здесь вот срезать медленно, а там поднять. И чтобы вода весной шла, а летом коровы могли ходить. А это что, труба? Это была труба, но она что-то утонула, там не знаю. Надо было ее вытащить. А как ее вытащить? Ну, вытащить-то ее зацепить можно, тросом он бы вытащил. Ну, надо подумать, и вытащить, нам она нужна, труба эта. Да, среди деревни. Мы еще там одну работу могли бы. Ну, вот вы посмотрите, она здесь там, вы другим можете сказать. Скажи, вот были умные люди. В воде стоит абсолютно новенькая. Под ними ласточки жили, яблок. Как вот это вот сделать, чтобы она у нас не размывала? Вот он ее засыпал. Весной это все сметет. Ну, нужно сделать, чтобы вода протекала. Как горная речка, речушка-то течет, она же там, вообще-то там валуны лежат. Она по ним проживает, еще не летит. Это вывод здесь сметет. Вот так. Но надо, чтобы здесь именно было углубление. Чтобы она по этому углублению, как руслу прошла, и берега уложит пыль. А есть какой-нибудь тип прицепа старого такого кузова, КАМАЗовского? Ну, может быть, это на шревых. Чуть-чуть-чуть подсыпать, подсыпать, повыше, чтобы вода много этой. И, допустим, поперечины положить, чтобы она на основании. Каких поперечин? А вот, ну, ты из стальника, он долго же где-то стальник. И этот кузов вот так вот сверху, а под кузовом пусть бежит, течет вода. Как она будет течет? А вот на эти, не надо вас, вот прям на такие вот положить сюда сверху. Не понял даже. Ну, типа мостика сделать. Типа мостика нет. Тут тяжелая техника пойдет. Когда мы тут сделаем, тут тяжелая техника пойдет. Любая. Это все даже на столбы не заставить. Ну, скажите, если бульдогер 17, то какой русок? Потому что расширается, упадет, упадет. Здесь надо сделать, чтобы это было мертвым. И вот эта вот, а вот эта ригура, она тогда как русло не размывает. И машина любая пройдет, и она удавливает. Только песком здравим. Она прям по песку, с ней скрывает. Нет, это самое, она песок, это песок плотнее, чем надо размываться. Только песком, это несколько машин, это... Мы думали, а так вот ориентируешься, сколько здесь нужно кубометра? Это вот, это вот, все надо сделать. Амаза 3-4 по ГС. И 3-4 не сделать. 3-4 это маленьких, я-то большими 25-тонниками считаю. Да, мне их такие достать. У нас больше 10-ти не приходили ни разу. Тогда сюда что ж? Я ориентируешься считал 55. Много. А? Много. Конечно. Так надо еще и... Это 550, ну куда, сколько? Ну а как? Внизу-то что должно быть? Она должна никаким образом не углублять. И она должна достаточно выше, чтобы она прошла вот такой вот ширины. Значит, она не глубокая будет. Если лужи, она должна быть лужей. Здесь очень сильный поток воды. Отовсюду вода стекается. Где бы сейчас были... Стой, вон она. Вон деревья. Да мы оттуда приехали. Смотрите, Валерий, вон. И вода сюда тоже пойдет. Значит, надо трубы укладывать, лотки. Какого размера диаметра? Но чем больше, тем лучше. А так-то и я отвечу. Сейчас, вот здесь, вот сейчас, бульдозер сюда нет. Здесь только экскаватором можно сделать. Экскаватор, вот допустим, до середины, на полметра убрал вот эту няшу, длину. Положили щепни, щепни положили, чтобы они вымывали под трубой. Потом две трубы, это хорошее. Размером по метр. Значит, ну, да, даже по метр, где-то на 700, на 800 достаточно будет. Две трубы. Засыпали, засыпали. Вот сюда вот обваловочку сделали немножечко и засыпали. Он сюда заходит и еще две трубы на всякий на висок. Какой экскаватор? Ну, экскаватор на душу. Был бы драглайн. Драглайн нам здесь делать нечего? То-то гидравлическим надо. Драглайн стоит. Стоит драглайн. С тросом. С тросом. Но... А кто умер, кто на пенсии, кто где. Он вот, это самое, на ужикалку и поехал драглайн. На сколько метров он забрасывает? Ну, он метров 10, наверное, 12, не больше. Ну, 10-12, это уже обыкновенно. Вот какой, я вам говорю про свой экскаватор, что вот этот вот реально... Ну, хорошо. Вот сейчас все, батараш, можешь перейти туда? Вот по этой я рискнул бы. А? Вот по этой рискнул бы. Хотя, может быть, я не знаю, что там, какое основание. Может быть, он даже их и так переедет. Переедет. Как переедет? Да нет, я имею в виду завалить. А завалить-то без проблем завалить силой. Завалить и переехать туда. Без проблем завалить. Без проблем завалить. Значит, тут все... А тут сантиметров сорок вот эта няша. Ну, вот он и его вычерпал. Сразу бы приготовить вот эту щебенку, трубы. Нет, это... Ну... Как это сделать? Никак. И каждый год мы мучаемся. Перерывы. Ехать, допустим, урывку, это вон туда объезжает. Вон, а колок туда за колок. И едут в обратном направлении. Ушлищи думали-думали. Я думал, вот так вот, а в три наката дерева обработанное. Это? Игнат Тихонович, я не буду вам ничего обещать. Ничего не буду обещать. Значит, где-то я видел, поеду, посмотрю. Вот видели здоровые прицепы? 12-метровые, камазовские. Камазовские прицепы. Не надо вот это вот, ничего не это. Прямо его с этого берега на тот его вот так вот ложить, как мост. Техника, а он 2,5 метра. Жигули пройдут. Даже какой-то газоцеп. А лесной-то что будет? А под низом пусть оно все идет. А как он будет? Ничего не трогать. Так он 12-метровый. А тут всего 6 метров. Вон там будет лежать один конец. И вот здесь второй конец. Его только уложить аккуратно и все. Под него еще основной, если какой-то балку положишь, чтобы он типа опоры. Балку мы найдем. Типа опоры. Это и какой-то длины хватит? Конечно хватит. Ну давайте посчитаем 12 метров. Вот стойте здесь. Стойте здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать. Так, слушай. Ничего если не убирать. Ничего вообще ничего не надо убирать. Пусть она вот эту вот несет. А пусть она годами тут несет у вас уже. Годами. Годами. Мы ее несколько раз уже заваливали на лето-то, а весной все смывают. А весной она не пойдет дальше? Ну она же... Вот сколько вот так вот лет стоит? Ну как стоит? Года два стоит вот так в таком положении. И все. А больше она... Ну паводков больше не предвидится. Может быть его как-то берег укрепить? Какими-то еще советами? Это понятно. Ну вот так вот положить. Вот какую-то штуку. Вот так мы можем положить, чтобы он захвател. Сколько-то удовольствие будет стоить за... Ну скорее всего, что по цене металлолома... По цене металлолома сколько? Я не знаю. Ну узнай. Я не могу сказать. Ну может это... Такой дорогой человек я тебе не дам в докладочку. Надо еще узнавать. Так узнай. До нас это один из запросов. А тут только вот... А так вот остальные... Вы думаете. Вот тут все. Смотрите. А надо бы убирать его. Убрать. 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 Это вы каждый... Какие разы? Убрать один раз. Вот с этой темой, которую я вам это самое предлагаю. Я еще все... Так, а какая тяжести машины надо уходить? Если он 20 тонн везет, сколько могут проходить? Ого. Беларусь спокойно может проходить. Ну конечно. Значит, можем надписи поставить не больше пяти тонн. Ну в принципе да. И там какие-то загородки Жигули. Так давай, помоги нам. Я не могу, раньше у меня было, я его сдал. Вот как раз вот он сюда положился. Сейчас надо поездить, посмотреть у кого списан. Поездить? Списанный у кого есть. Ну примерно сколько стоит тобой? Мы же даже знаем еще. Ну допустим, он тонны 4, ну пусть 7-8 весит. Тонна металлолома сейчас где-то 5-7 тысяч стоит. 7. Это ну пусть 40 тысяч он стоит будет. И плюс, значит, если экскаватор сюда будем туда заказывать, экскаватор, экскаватор. Ну вы говорили, там что-то копать или только вот здесь? Только здесь нигде ничего нет. Вот сюда вам, вот сюда. Там точно такой, как пруд. Вы вот сюда драглайн хотели? Да нет, да, тот пруд у нас там где в прошлом году был. Вы не видели? Нет, не видели. Ну, надо показать. Показать. Старое озеро драглайн нужно. Вот смотрите, сейчас это самое, как я вам потом. Если экскаватор вот этот кузиничный, гидравлический сюда вызывать, значит, длинномер притаскивает эту старую хренатень. Он разгрузит, крана не надо будет. Крана не надо, экскаватор все сам сделает. Уложит и это самое. Вот весной эта вода, когда идет вот эта, сейчас можно хоть сколько выгребать, весной опять такая же грязь будет. Да. Он себе даже, может быть, это самое, он проложит, проедет, затянет, уложит, как нам. Все сделает. Ну, да, труба, да, труба. Да, труба может быть ее и поперек, вот как типа опоры или какой-то. Нет, 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 под опором промажем такие балки, положим. От краев подсыпать землю, чтобы ровно заряжать и все. А это все... А и ограждение, чтобы коровы не попадали. И это самое. Я вам не обещаю, но постараюсь... А ограждение-то у него борта какие-то есть? Ну, они, бывает, площадка ровная, бывает с бортами. У меня вот... Что-то наварить, девочки. Конечно, это да просто натянуть тросы. Ты бы свои идеи-то дал, она начинает живой, пахнет. Да, она пахнет. Вот деброкадеры эти вам тоже... Я все лет этим болею. Это вот деброкадеры вам тоже надо будет каждую весну, каждую осень с ними ковыряться. Надо будет технику заказывать, надо будет, чтобы кто-то это... Здесь в Корчино нету, в Шарчино нету. Ну, постарайся. Я не могу... Вот, видно что, я проеду, посмотрю, это самое... И позвонили себе. В автохозяйство, по это, и постарались себе. Так, вы поняли, когда вот это вот на баре, вот это вот, ну, я брать на дам, где-то... И там, вот за этим бугорком, за бугорком. Так, а мы можем-то по-другому, бульдозер будет, бульдозер будет, мы можем ее даже уже сделать, но насыпь шире, сюда повыше поднять, вот оттуда он ее и выровнят, чтобы уже точно гарантированно это. Нет, весну, это никак, когда мы пройдем, все сделаем, мы даже не будем думать, оно все грущем выбоет. Мы сразу сами прокопаем ему, но пока вот так вот она будет стоять, в это время бы поставить-то удобно. Вот это было бы дело, но ширина вот она какая. Ну, я не знаю, может завтра наедут. Так, смотри, тот пруд, который смотрели, абсолютно одинаковый тот, который делать будем. Там тоже засыпать и все. Засыпать и все. А вода, когда засыпем, она пойдет там по отрожку. Может быть отрожек, ну, старый, там, копнуть его, то есть маленькая, светлая, она по отрожку, и вода пойдет сюда. И вот и жарит. А бульдозер-то на ту сторону там не попадет? Никак. Нет, тогда засыпем. Когда там он закончен, сюда вот он не попадет. Не попадет? Не попадет. Потому что лага. Так, а этот самый тик-тикатчик, который потащит эту жерезяку, как сюда попадет? С этой стороны? С этой? Вот с этой? Конечно. Откуда, скорчено или через вот по этой дороге-то пока не высох, не спалят? Есть. И скорчено. Но если он до этого сделает, то вот мост уже сделает. Тогда через, оттуда можно будет, тогда тогда знать, сделаем. Это второй мостик. Запомните, это первый мостик, то второй. И тут тоже такая же хрень. Там ничего нету. Там точно так, как там. Промыв такой же глубин, такой же ширины. И мы должны скорее, пока он вот здесь засыпется, скорее завести у нас заготовленное. Вот это сделает ограждение с двух сторон. Не будем торопиться, я вам до конца недели не расскажу. Так, все, вы поняли, что. Мы посмотрели, подправить один пруд. Второй делается. Вот как-то засыпает. Вот такой же третий. Это ему даже работу считать нет. Главная работа, дальше впереди поехали. Так, теперь, Игнат Тихонович, я вам еще одну идею подсказываю. Я ее тоже буду смотреть. Пусть и подгородцы. Четыре автомобильные рамы, те же КамАЗовские. Две вместе, вот так. Две еще вместе. И четыре штуки вот так прокладывается. Не знаю. Сварщик хороший, там болты можно на это, сверху что-то бросить, на стил. Я не знаю, насчет машины тут я понял, а тут не знаю, надо беседовать. Ну, вы идею эту тоже поняли? Понимаете, что мы думаем так, а оно что-то не так пойдет. И тогда оно переломится, и все. Не переломится. Ну, тогда где взять-то? Взятки-глотки. Надо искать. Сейчас давайте разворачивать и поедем на главную работу. На той работе, если такое условие... ...